Партнер программы Главной новости. Компания «Зенит». Строен для вас и ваших детей. Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии я Ростислав Билык. И в сегодняшнем выпуске вы увидите... Организация выборов главных требует еще больше прозрачности, еще больше открытости. Работа на перспективу «Орел» посетил член ЦИК России Евгений Шевченко. Я рада вас приветствовать на торжественной церемонии бракосочетания сотой пары в Орловском районе. Свадьба века для Орловского района в столетии ЗАГСа. В регионе расписали сотую пару. Мама будет ходить по подиуму в разных платьях. Миссис «Орел» в Орле готовится провести конкурс красоты для тех, кто замужем. Во-первых, это и сами работы, которые некоторые видели в книгах. Античность, романтизм, сюрреализм. В музее ИЗО представили работы Даре, известного на весь мир. Минувшие выборы прошли в Орловском регионе открыто, легитимно, конкурентно, отметил член ЦИК России Евгений Шевченко. В пятницу 3 марта он прибыл в Орловский регион. В администрации области прошла встреча с губернатором Вадимом Потомским. Хочу поблагодарить вас. Выборы прошли организованно, но вы понимаете, что организация выборов главных требует еще большей прозрачности, еще большей открытости, еще большей легитимности. Правительство Орловщины и областной избирком сделают все возможное, чтобы и предстоящие президентские выборы были организованы в регионе на высоком уровне, подытожил глава области. В течение дня Евгений Шевченко провел несколько рабочих встреч. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия планирует в будущем внедрить целый ряд новшеств, которые сделают выборный процесс более открытым и прозрачным. Мы предлагаем технологию QR-кода, то есть на протоколе участковой избирательной комиссии, которая позволит более оперативно вводить данные в систему ГАЗ-выборы, но в то же время максимально обеспечивая то, чтобы те были выполнены нормы предусмотрения законов с точки зрения контрольных соотношений и так далее. На рабочем совещании с членами избиркома Орловской области и молодежно-избирательной комиссии Евгений Шевченко говорил о том, каким образом увеличить явку среди населения на выборы и как предоставить возможность голосования тем гражданам России, которые временно проживают или работают не в родном регионе. Серьезный процент жителей, в частности Орловской области, живет за ее пределами, работает, учится, находится, может быть, у детей, у родителей и так далее, но в то же время хотят проголосовать. Тогда у них есть возможность прийти на соответствующие комиссии участковые, территориальные, подать заявление, что они хотят проголосовать там, где они сейчас находятся. И, соответственно, здесь они будут автоматически исключены из списка избирателей, а там будут иметь возможность проголосовать. Необходимо увеличивать доходы и выходить на самоокупаемость. Это принципиальная задача, напомнил губернатор Вадим Потомский, делегатом съезда ассоциации Совет муниципальных образований Орловской области. Диалог разных уровней власти состоялся в администрации региона. К сожалению, на сегодняшний день подавляющее большинство муниципальных районов абсолютно дотационные. Надо это признать, но это не говорит о том, что у нас нет возможности выйти из этой ситуации. Людей надо не просто слушать, их надо слышать. И чтобы они понимали, когда вы их услышали, когда мы их совместно с вами услышали, мы улучшаем им жизнь. Это наша с вами основная задача. Уверен, вы в этом отношении нас поддержите, меня поддержите и дальше совместно мы с вами будем работать. Мы предлагаем корректировки федерального законодательства, касающегося закрепления права за субъектом Российской Федерации, урегулировать участие органов местного управления в реализации переспределенных полномочий. Органы местного управления зачастую выражают такую готовность. Председатель ассоциации, глава Крамского района Иван Митин рассказал об итогах работы за 2016 год и планах на перспективу. Объединение и укропнение сельских поселений – это объективная необходимость. При этом необходимо брать в расчет подводные камни и трудности, которые могут возникнуть, отметил Митин. Должно быть сочетание двух факторов – малолюдность поселения и его экономическая бесперспективность, основанная на оценке экономического развития поселения. Самое главное, в любом случае нам нужно делать, чтобы все не спострадали люди. Список вопросов, которые обсуждали делегаты, обширный. Напоминать о мероприятии самым эффективным руководителям будут почетные грамоты. Под звуки свадебного марша. В этом году органы ЗАГСа отмечают столетие со дня своего образования. В Доме культуры Орловского района состоялась сотая регистрация брака. Среди приглашенных гостей на торжественную церемонию оказалась и наша съемочная группа. Под звуки Мендельсона в зале собираются молодожены, их родственники и друзья. Будущих супругов не смущают ни присутствие почетных гостей, ни внимания прессы. Я рада вас приветствовать на торжественной церемонии бракосочетания сотой пары в Орловском районе. К самому важному дню своей жизни ребята шли более пяти лет. И вот, этот долгожданный день для счастливых молодоженов настал. Прошу ответить, вас жили? Да. У вас невеста? Да. Познакомились в общей компании и сразу понравились друг другу. За их развивающимся романом следили общие друзья. Они такие нежные, они прям были влюбленные друг в друга очень сильно. Все время вместе. Вместе справляются с трудностями и вместе решили пожениться. Молодые супруги даже не представляли, что станут сотой парой. Мы узнали только вчера. Позвонили нам и сказали, вы сотая пара. Как бы, я говорю, просто не ожидали. Счастливо себя чувствую. Любящий человек стал моим мужем. Больше что еще нужно. Этот год для ЗАГСа особенный. Столетие со дня образования организации. К большому сожалению, прошлый год был не очень удачный. Ну, может быть, потому что он был високосным. Вот в этом году ажиотаж на прием заявления начался 9 января, в первый наш рабочий день. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». В декабре 2016-го Орел узнал имя «Новый мисс». Ей стала 18-летняя Мария Камеристая. С весной пришел и новый конкурс «Красавец». Он касается тех, кто замужем и имеет детей. Смотрите далее. Выбрали 17 достойных замужних орловчанок с модельной внешностью. И накануне презентовали общественности финалисток. Ах да, еще взяли организационный сбор в 6000 рублей. Нет, разумеется, не себе. Исключительно на рабочие расходы, мастер-классы и фитнес-тренировки. Будет показ одежды от партнера. Домашние задания они готовят. Это съемка видеоролика о себе, о семье, возможно, каких-то увлечений. Вечерний выход, вечерний платье. И победительница конкурса, она не просто получит титул «Миссис Орел», а представит на всероссийском конкурсе «Мировая русская красавица. Город Орел». И в сентябре этого года, я надеюсь, что привезет нам корону город. Знакомьтесь, Анна Тихомирова, по образованию журналист, переводчик. В прошлом сотрудница одной из «Орловских газет». Сегодня Анна преподаватель и специалист по наращиванию ресниц. На конкурс «Орловчанка» попала, запрыгнув в последний вагон. Услышав рекламу по радио, будущая финалистка решила попробовать свои силы. У меня всегда разноплановая деятельность была, и я люблю оказаться в какой-то другой среде и тем самым испытать себя, на что я способна пройти этот этап, как этап такое самосовершенствование. Просидеть вот так, педантично, наклеивая одну за одной ресничку, могу часами, признает «Сорловчанка». Да и за любимым делом время летит незаметно. Завершив преображение последней клиентки, мастер спешит за руль. Успеть выполнить все планы на день помогает четырехколесный друг. У меня очень насыщенный день обычно. Я совмещаю работу вместе с занятиями дочки, потому что она посещает у меня очень много различных секций спортивных. В том числе очень много мы занимаемся плаванием. И сейчас, в данный момент, после своей работы, после записи, я еду, чтобы забрать дочку из садика. Вернувшись домой, после тренировок к дочери, примерно жена спешит к плите. Ужин никто не отменял. Домочадцы всерьез переживают за маму. Репетиции к миссис забирают все свободное время. Анна уже успела побывать на мастер-классе по этикету, а также научилась готовить роллы и представила на суть жюри собственное блюдо – фруктовый торт. Маленькая Ксения уже сейчас берет пример с мамы и точно знает, когда станет старше, покорит подиум. В первую очередь я, конечно, хочу достойно выступить, чтобы это было на уровне. И хочу порадовать своего мужа, свою доченьку, свою маму и всех, кто меня поддержит в этот день. Организаторы уверены – услышать свое имя со сцены в преддверии Всемирного дня женщин вдвойне приятно. Поэтому финал «Региональная миссис Орел» назначен на 7 марта по адресу Украмское шоссе 4. Андрей Деркач, Ксения Трукова, Сергей Руднев и Олег Фомин. Телеканал Первый областной. Партнер программы «Главные новости» – цирк «Триумф». Денмарк, Сюнаида Блю, Паллада. Все это разные сорта тюльпанов. В преддверии Всемирного дня женщин именно эти цветы – одни из самых востребованных на Орловском рынке. Тюльпан является одним из символов наступившей весны. Андрей Деркач наблюдал за процессом выращивания главного атрибута праздника 8 марта. Мировым центром селекции тюльпанов с 17 века и по нынешний день являются Нидерланды. На сегодня известно более 2000 разных видов и форм этого цветка. И на первый взгляд кажется, что это большая заграничная плантация. Но такую красоту можно вырастить и на Орловской земле. Уже почти 8 лет в деревне Козлы Орловского района существует питомник по выращиванию тюльпанов. В селекции рассадника 10 сортов. В общем количестве 50 тысяч луковиц. Цветок сам по себе неприхотливый, но в то же время требует соблюдения технологий, добавляет Валерий Савостиков. Тюльпаны – они как часы. Они полностью подчиняются законам температуры и законам времени. Соответственно, каждому цветку нужно в свое время, чтобы зацвести. В таком состоянии тюльпан может простоять бесконечно долго, если не поднимать температуру. Сегодня ночью мы подняли температуру, и они начали окрашиваться. Температура окрашивания где-то порядка 17-18 градусов. При 15 они будут стоять спать. Как только тюльпан окрашивается, его срезают, чтобы не перерос и радовал покупателя как можно дольше. Цветет растение 48 дней. Основатель питомника «Чистые пруды» уверяет, свежесрезанные тюльпаны простоят не менее двух недель. Разумеется, при правильном уходе. Никаких хитростей. Ежедневно немножко подрезать ножку и менять воду. В среднем для полива такой красоты требуется не менее пяти тонн воды в день. Луковицы тюльпана сажают максимально близко друг к другу, без промежутков. Такие технологические хитрости заставляют цветок тянуться вверх. Сорт «Денмарк». Мы увидим его сейчас в хранилище в максимальной красоте. Его очень любят мужчины дарить женщинам. Почему? Потому что он очень яркий, он подчеркивает страсть. Он как огонь, сами видите. Красно-желтый, красно-оранжевый такой. То есть он такой, он бурлит. Свежесрезанные тюльпаны сразу же отправляются в хранилище. Температура здесь достигает не выше плюс двух градусов. Ну, собственно, отсюда они сразу отправятся к своему покупателю. Сейчас цветочное хранилище загружено наполовину. Своего часа здесь ждут порядка 15 тысяч тюльпанов. Помимо температурного режима, растения любят, как ни странно, темную среду. В малоосвещенном прохладном месте цветы могут храниться до двух месяцев. Но в горячую пору, в преддверии 8 марта, на тюльпаны ажиотаж. Днем и ночью не спим. Начиная с 1 марта, когда начинается срезка, цветы окрашиваются ежесекундно практически. То есть мы проходим, снимаем определенный объем, разворачиваемся, у нас опять цветы цветут. Отдыхать некогда, спрос есть. Из-за того, что мы находимся близко к Орлу, производство наше местное, люди приезжают, видят, что действительно мы не обманываем, не привозим цветы, а именно выращиваем здесь. Родилась идея такого цветочного царства в 2009-м. Дело спорится, несмотря на трудности. Секрет успеха орловских селекционеров прост. Необходимо отдавать себя без остатка, любимой работе, добавляет супруга Валерия. Мы купили дом, тут была маленькая тепличка, мы попробовали, нам понравилось, захотелось чего-то большего. Вот так появилась у нас одна теплица 480 квадратных метров, потом вот эта, в которой вы видите наши цветы. Луковицы голландские, то есть производство Нидерланды. В России производства нет, поэтому мы закупаем за границей. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. С новостями спорта вас познакомит мой коллега. Здравствуйте. Футболисты опорного вуза готовятся к весеннему старту в национальной студлиге. Подопечные Валерия Ноздрина уже успели сыграть несколько успешных контрольных матчей в Курске. Позади орловской команды половина сезона, где наши ребята наиграли пока что на десятую строчку турнирной таблицы. На счету Орел ГУ три победы и три поражения. А в копилке команды девять очков. Проведя два контрольных матча, тренерский штаб рассказал журналистам о состоянии дел в команде. Игрой довольны и результатом, и их физическим состоянием. И в планах сейчас еще у нас две игры. Брянск предварительно на четвертое число должны будут звониться. И на девятое число уже точно у нас стоит игра в Ельце с Ельцом. И тринадцатого мы по программе вылетаем в Евпаторию. В Крыму футболистов ждет третий круг национальной студлиги, где Орел ГУ склеснется в дерби с Тамбовским вузом, столичным физтехом и Крымским университетом Вернадского. Это 100% Тамбов, потому что у нас всегда с ним принципиальные игры, всегда зарубы. То есть это нормально, тоже как принципиальный соперник. Поэтому это будет основная команда. Там, ну и в принципе, и остальные команды, они неплохие. Я думаю, то есть со всеми командами будет тяжело играть. Есть в команде и пополнение. Речь идет в первую очередь о тренерском составе. В команду пришел лучший бомбардир региона Евгений Поляков. Футболисты уверены, опыт Полякова поможет с проблемой реализации голевых моментов. Сейчас пока рано говорить, на что они способны, потому что идет знакомство с ребятами, так как я с ними особо не работал. Поэтому сейчас знакомимся и будем оттуда отталкиваться, от знакомства нашего. Молодежь на стадионы готов к труду и обороне. Это далеко не все девизы, которые звучат сегодня на фестивалях ГТО. В Орле прошел зимний региональный этап сдачи норм ГТО. Приручен он проводом зимы, естественно, и тому, что в настоящий момент спорту в нашей стране уделяется достаточно большое количество внимания. Порядка 150 орловчан возрастом от 9 лет и старше изъявили желание получить значки ГТО. В программе регионального фестиваля 5 дисциплин. Это подтягивания, отжимания, прыжок в длину, пресс, гибкость и бег. К сдаче норм больше всех стремятся абитуриенты. И неспроста. Золотой значок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обещает 10 баллов к ЕГЭ. Комплекс ГТО делится на 11 ступеней. В каждой возрастной ступени определенное количество норматив. Максимальное для получения золотого знака – это 8 норматив. Это 5, 6 и 7 ступень. Затем идут на уменьшение. Соответственно, 7-6 норматив для взрослых. Стойки, удары, броски и болевые приемы. В Орле прошли всероссийские соревнования по киукусинкай карате. Более 200 спортсменов из 21 региона России и Беларуси боролись за Кубок Содружества Федераций. Их слов в Орле – состязания подобного рода прошли впервые. Необходимость этого мероприятия давно уже назревала. И мы своей Федерацией Орловской взяли на себя инициативу провести его здесь в Орле. Десятки напряженных боев, часы дополнительного времени. Определить сильнейших спортсменов все же удалось. В общекомандном зачете первое место достало спортсменам из Амурской области. Что касается орловских каратистов, то в нашей копилке три призовых места достались девчонкам. Теперь статами перенесемся на лед. Накануне состоялся голоматч ночной хоккейной лиги. В бою столкнулись победитель нынешнего сезона – Орловский Метеор и сборная НХЛ. В состав которой вошли сильнейшие игроки других пяти команд – участниц Орловской ночной лиги. Зрелища хватило всем. Борьба шла на каждом пятачке арены. И лед словно горел под коньками соперников. Ближе к концу второго периода явное преимущество было за Метеором – 4-1. Но свежие игроки сборной, которые то и меняли звенья на льду, сломили ход игры. Счет удалось сравнять после фола на половине Метеора. Все решил Булит. После удачной реализации штрафного на табло пошли качели. Команды по два раза расписались в воротах соперника. Но сделать боевую ничью под звуки сирены все же удалось сборной НХЛ. Итог гала матча – 7-7. Матч получился хоть и гала, но принципиальный. Поэтому вы видите результат. На самом деле, такого специально не придумаешь. Битва была до последних секунд. Матч тяжелый. Все хотели доказать, что на сегодняшний момент они лучше. И недаром сюда попали. Поэтому такой результат, ничейный счет. Поэтому тяжелая борьба. И на самом деле и турнир был достаточно тяжелый. Все команды были ровные. Победители региональной ночной лиги теперь ждет финал в Сочи, где склестнутся 64 команды со всех регионов России. В том году мы были в середине. Заняли 24 место. В этом году, конечно, надеемся быть повыше. Так что едем достойно защищать нашу область на фестивале. На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных. От античных героев до сказочных персонажей. Мюнхгаузен по соседству с Дон Кихотом. В Орле открылась выставка Гюставо Доре. Известного художника в своих работах, изображавшего сюжеты произведений мировой литературы. Подробнее в репортаже Марии Поляковой. «Потерянный рай», «Оттало», «Божественная комедия» и «Красная шапочка». Работы Поля Гюставо Доре – всемирно признанные шедевры. И с сегодняшнего дня орловчане могут оценить произведения французского художника не только на страницах книг. Во-первых, это и сами работы, которые некоторые видели в книгах, которые читали. Некоторые видели в интернете, но не знали авторства. Теперь для них откроется возможность узнать, что же это за автор нарисовал знаменитой работой «Плюс». Также удивление ждет и в оформлении, потому что мы постарались оформить зал в картинах, увеличенных самого Гюставо Доре. На выставке представлено 126 работ мастера. Несмотря на жанр и размеры, их вполне можно назвать полноправными произведениями искусства. Ведь на каждом рисунке не просто отрывок из известной книги. Персонажи на гравюрах будто бы живые, приковывают взгляд зрителя и пробуждают интерес к классической литературе. Удивительно, как художник умел с такой каллиграфической точностью воплотить литературный текст в гравюре. Немчайший порошок графитовый, им промазывается эта доска. Потом при помощи электролиза делается медная форма, наращивается. После этого, когда она нарастилась, делают какую-то как в скульптуре, подложку какую-то. За свою жизнь Гюстав Доре создал несколько десятков тысяч произведений, среди которых были и акварельные пейзажи, и живопись, и портреты. Но по-настоящему его прославили сначала на родине во Франции, а затем и во всем мире его иллюстрации. Его талант и творческое трудолюбие по достоинству ценилось в Европе. Доре поговаривали, что иллюстрации Доре прославят даже заурядную романтическую басню. Но Доре тщательно выбирал литературные произведения и авторов – Шекспир, Мильтон, Данте и Байрон, сказки Шарла Перо и даже отрывки из Библии. Доре превратил иллюстрирование в настоящее искусство. Типографии выстраивались в очередь, пытаясь заполучить иллюстрации великого француза к новой книге «Раньше других». Картина Доре удивительным образом передает всю палитру чувств и страстей персонажей, при этом оставаясь в черно-белой гамме. Здесь Данты с Вергилием проходят мимо томящихся грешников. Здесь Дон Кихот сражается с ветряными мельницами, а Золушка примеряет хрустальную туфельку. Мрачные образы, динамика движений, игра света и тени. Здесь не 50, здесь и 100 оттенков серого. И все это для того, чтобы герои не просто замерли в вечности, а ожили на страницах книг и открыли читателю удивительный мир литературы. Мария Полякова, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонам редакции 76 1028 и 508 088. В студии был Ростислав Билык. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Старомосковская, 10. Телефон 44 50 60. Ты готов отправиться в фантастическое приключение? С головой окунуться в мир африканских хищников? Цирк Триумф представляет. Невероятное цирковое зрелище самых грозных гигантов хищного мира. Восемь алжирских львов. Семь нильских аллигаторов. Ошеломляющие номера воздушных гимнастов. Невероятно сложные трюки акробатов на подкидных досках. Только с 4 марта по 2 апреля в Грин-центре. Цирк Триумф. Сила настоящего цирка. Категория 0+. 3, 4 и 5 марта только в гипермаркете Европа на Московской 67 кита свежемороженое 1 килограмм 189,90. Открылся новый магазин планета одежда обувь в Тремка Грин. Спешите занимать очереди. Громское шоссе 23, цокольный этаж. 3, 4 и 5 марта только в гипермаркете Европа на Московской 67 конфеты Рафаэла Феррера 165,90. Аааа! На восьмое нужно купить подарки жене, маме, тёще и дочери. Не волнуйся, всё в порядке. Что в порядке? Всё в порядке. Постельное бельё 1499, сервис столовой 1299, одеяло бамбук 639 рублей. Супермаркет Порядок. Сравните наши цены. 3, 4 и 5 марта только в гипермаркете Европа на Московской 67 стиральный порошок Ариэль 3 килограмма 299,99. Санаторий Лесной проводит акцию. Спешите приобрести путёвку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33 0032. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Какая же погода ждёт нас 4 марта? Пока весна днём смело заявляет свои права. Ночью температура минусовая. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнёр программы «Центр красоты Провкосмо», который приготовил специально для вас суперпредложение. Антицеллюлитный массаж с 50% скидкой за 750 рублей. Подробности уточняйте по телефону 63 30 57. И теперь более развернутый прогноз погоды. 4 марта в Амцинске малооблачно и без осадков. Днём плюс 2, ночью температура минус 3 градуса. В Ливнах днём плюс 5, малооблачно, без осадков, ночью минус 3. В Волхове переменная облачность, без осадков, днём плюс 2, ночью от минус 3. В Орле малооблачно, синоптики обещают день без осадков, температура до плюс 3, ночью минус 3. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Верхняя граница нормы. На сегодня это всё. Прогнозы погоды на 4 марта. Оставайтесь с нами. Наши партнёры «Зелёные берега» – это уникальный загородный коттедж в Орловской области на берегу реки Ака. Все коммуникации, вся земля в собственности. Магазин «Лалэ Антилоп». Кожаные куртки яркие и оригинальные, стильные и классические в новой коллекции. Тургенева 40, торговый центр «Водолей». Компания «Ламма Торф» предлагает сбалансированные грунты и удобрения для получения здоровой рассады и богатого урожая, овощей и цветов. Желаю вам всегда хорошей погоды. Берегите себя. Посёлок «Зелёные берега». Для настоящих ценителей загородной жизни. Это земельные участки и загородные коттеджи на лоне природы. Знаменка. Левый берег реки Аки. Развитая инфраструктура. Все коммуникации. 78 05 78. 78 05 78. Сайт «Зелёные берега.рф». Кожаные куртки. Яркие и оригинальные. Стильные и классические. От 7500 рублей. В новой коллекции «Лауле Антилоп». Орел Тургенева 40, ТЦ «Водолей». Хороший урожай с земли начинается. Возьмём грунт «Богатырь», посеем в него семена, и урожай у нас будет отменный. Смотри, внучек, какие мы с тобой вкусные и полезные овощи вырастили. А всё потому, что в хорошую землю семена посеяли. Хороший урожай начинается с грунта «Богатырь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова